Доброе время и утром, друзья! С вами по-прежнему Арталаски. И в этом видео я расскажу про достаточно интересный игровой движок, который позволит вам создавать игры без знаний языков программирования и всего лишь за несколько часов, а может даже и минут. При этом у вас уже будет настроена игровая реклама, внутриигровые покупки, и вы сможете экспортировать всё это дело как на iOS, так и на Android. Интересно? Смотрите видео до конца. Субтитры сделал DimaTorzok и выбирайте подарки по душе. Ну а мы начнём. В этом видео мы рассмотрим 2D-версию билдбокса, и если вам это будет уже интересно, то мы рассмотрим и другую его версию с 3D-моделями, что он вообще может и стоит ли его покупать. И начнём запускать наш билдбокс. Вы даже не представляете, что мне пришлось сделать для того, чтобы запустить его. Мне пришлось почистить рабочий стол. А это заняло больше времени, чем идёт это видео. Здесь у меня уже есть парочка проектов, которые я попытался на нём сделать, но они не сильно отличаются от стандартных, потому что мне нужно было просто разобраться, что это такое. А можем сразу перейти к обучающим видюшкам, посмотреть простую демо-игру, сделанную на этом движке, посмотреть демо-платформер также на этом движке с различными комментариями, и, конечно же, последние новости сайта. Вот, в принципе, можно это окошко вообще отключить. А нас интересует кнопочка «Создать новый». И ощущение, что у меня в руках программа, в которой нужно выбрать жанр и сколько бабла она принесёт, и нажать на кнопку «Create». В какой-то степени так и есть. Мы можем здесь выбрать любой из достаточно популярных жанров, но, как вы видите, мобильных жанров. Игра всё-таки больше ориентирована на мобильные приложения, и каждый из этих жанров, так или иначе, был популярным на Google Play, либо на iOS, потому что разработчик этой игры, точнее, разработчик этого движка основную свою деятельность вёл как раз-таки на App Store. И здесь мы видим достаточно внушительное количество жанров, которые мы можем попробовать создать, то есть, по сути, у нас уже есть готовые пресеты, на основе которых мы можем создавать нужные нам игры. А за каждым из этих шаблонов стоит какая-то популярная игра, и, по сути, это является её, так сказать, ремейком. Вообще, конечно, посмотреть всё, что здесь есть, это будет, наверное, достаточно долго, поэтому давайте так сделаем побыстрее. Жаль, что некоторые из этих жанров уже давно вышли из моды, хотя, кто знает, новое это хорошо забытое старое, поэтому, может, я даже и ошибаюсь. А есть даже такая изометрия, подобие 3D-шки. Но так как я уже смотрел 3D-версию, я, конечно, знаю, что там, и поэтому сейчас в 2D мне уже немножко не так интересно и любопытно, потому что в 3D там, конечно, всё повеселее. Но, к сожалению, 3D ещё не настолько сейчас стабильная, она даже не запускается в полноэкранном режиме, поэтому я решил пока видео на неё не снимать. В принципе, мы уже практически дошли до середины, окей. Боже, это же почти Gravity DeFight, кажется, или The Falls. В общем, игра, в которую мы, наверное, ещё играли на стареньких Nokia и Siemens'ах, сидя на уроках в школе. Эх, было детство. Не знаю, играет ли кто-нибудь в пинбол на телефоне. Ну, почему бы нет? Возможно, это хорошая основа для какой-нибудь аркадки. А вот это выглядит достаточно любопытно. И достаточно сложно, кстати. Ну, конечно же, типичный платформер. Хотя больше похуже на раннер, но, скорее всего, это именно платформер, где можно бежать в разные стороны. Ну, гоночки, это понятно. Куда же без них? А вот это вот уже тоже что-то более-менее интересное. Ну, это уже прошлый век, но... Тем не менее, он не теряет свою актуальность. Допустим. Я могу ошибаться, но, кажется, это подобие Tower Defense. В общем, здесь есть всё, что нам нужно для создания мобильной 2D-игры. Практически любого жанра, как вы видите. Действительно, не хватает только кнопочки взять бабло. И если бы она ещё, наверное, и графику делала вместо тебя, это было бы вообще шикарно. Ох, не знаю, что это такое, но выглядит достаточно жёстко. Оу. А вот это вот уже... Это уже хардкор. А где-то я это уже видел, кажется, в самом начале. Ну, тоже достаточно любопытная схема. Здесь, как видите, многие из этих жанров, они даже похожи друг на друга, но имеют какую-то маленькую отличительную черту. И на это важно обратить внимание. Ммм, весело, пипец. Да, они определённо практически одинаковые, но имеют какую-то слегка изменённую механику. Ладно, посмотрели и хватит. Выключаем. Ой, здесь даже можно дать имя проекту. На тёмном интерфейсе немножко не заметил. Называем нашу игру. И выбираем несколько настройчиков. То есть, базовая настройка, она у нас здесь всего одна, хоть здесь написано несколько. То есть, тип зачисления счёта. Дистанция. Это как далеко. Мы пройдём в своей игре. Сбор монеток. Это как много монеток мы соберём, собственно, столько счёта у нас и будет. Не знаю, чем поинты отличаются от монеток, честно. Скорее всего, они будут зарабатываться просто иным путём, чем коллекционирование монеток. Ну и, соответственно, всё это то же самое, только глобальное. То есть, я так думаю, не за один какой-то уровень, а за всю игру в целом. Возможно, даже после того, как вы выйдете из игры. Что ж, оставим дистанция. Почему бы нет? World Settings. Выбираем здесь настройки нашего мира. Почти как Minecraft, только для разработчиков. Game Type. То есть, тип игры. Одиночный World. Ха-ха. Одиночный мир. И мультимир. Ну, собственно, в Single World у нас всего лишь один мир, в котором может находиться несколько уровней, но не более того. А в Multi World у нас может находиться несколько тем для наших уровней. О, как сложно. Ну, собственно, здесь мы выбираем количество миров, которые мы можем создать в нашей игре. И в разных версиях этой программы они ограничены. То есть, там есть три плана стоимости. Программа не бесплатная, так что можете уже затянуть свои влажные фантазии и приготовиться отвалить бабла. Либо просто перейти на другую программу. В принципе, в инди-версии за, кажется, 35 долларов мы можем создать целых три мира. Но зачем? Можно всего лишь один. Но тогда нам достаточно будет выбрать Single World. А, собственно, конец мира. Endless — это бесконечная игра. То есть, по типу раннеров, когда мы просто бесконечно прыгаем, бегаем, уворачиваемся от разной летящей у нас херни, получаем за это очки и все счастливы. Но если мы выберем Next World, то по окончанию нашего уровня, то есть, когда мы дойдем до конца нашего первого уровня, мы дойдем, собственно, до начала второго уровня. Либо World Select, то есть, мы переходим на экран выбора уровней. Ну и Endless — это, собственно, конечная сцена. Можно даже сказать, гейм-овер, только положительный. Типа, ты красавчик, ты прошел мою игру. Все, скачивай новую. Вот, собственно, настройки графического интерфейса для мира и для момента, когда мир, собственно, будет пройден. Вот. Ну, мы просто выбираем Single World, потому что это проще и быстрее. И, наконец-то, настройки меню. Изначально у нас есть галочка на гейм-овер, то есть, мы еще не успели начать играть, у нас уже есть сцены с гейм-овером. Просто позитив. Говорят, что русские такие хмурые и пессимистичные. И да, вы не проглядели, здесь действительно есть CoinShop, то есть, здесь есть подобие магазинчика, но я его вам не покажу, потому что его там на самом деле нет. Его нужно настраивать самостоятельно. Но это несложно, правда. Вот. И, собственно, есть меню паузы, которое, в принципе, также нам не понадобится. Окей, нажимаем Create, и наша игрушка «Дай бабла» уже создается. И тут я вспомнил, что я не помню, какой я выбрал жанр. Впрочем, это не важно. Нажимаем на нашу волшебную кнопочку Play, и у нас появляется вот такое-то окошко превью на iPhone 5. Нормально. Как бы у нас уже стоят заглушка графики для менюшки. Немножко отодвинем тебя. Нажимаем Start. Touch to move. Ага. Ну да, как мы все-таки, еб твою, играем на компьютере, то нам это может быть немножко неудобно, а, по-моему, наоборот, сейчас похоже на какое-то читерство. Если это все, хотел сказать, то это будет слишком easy. Но, в принципе, я просто хотел продемонстрировать, что будет, когда я проиграю. Отмазался. Вот. И, в принципе, рестартик. Все достаточно простенько, достаточно вставить сюда свою графику, и будет, наверное, практически готовая, хорошая игра. Да. Это что за... Нет, в принципе, этому действительно может быть интересным. Окей. Выключаем это адское чистилище. И, собственно, что из себя представляет программа. А давайте развернем ее на полный экран, потому что эта версия работает в фуллскрине, то есть можно было и не чистить рабочий стол для нее, но, впрочем, ладно. Если вы когда-то были знакомы с GameMaker Studio, то интерфейс вам будет достаточно знаком. Собственно, менюшки, в которых вам, в принципе, вряд ли что-то понадобится, Mind Map. Это такая карта, в которой расположены все сцены и графические интерфейсы нашей игры, и как-либо соединены между собой. То есть, старт. Какая-то наша стартовая сцена. После того, как она загружена, она переходит в Mind Menu. То есть, сцену с Mind Menu, в которой мы можем начать игру. То есть, нажать Start Game. Здесь мы можем переименовать нашу сцену, добавить какой-то рекламный баннер, и, конечно же, мы его добавим. Господи, это же бабло. Больше баннеров. А можем добавить сюда какую-нибудь музычку, но сначала нам нужно будет ее загрузить сюда в проект. Потому что сейчас он нам пишет, что звуковые файлы, звуковые модели не найдены. Вот. И, собственно, после того, как мы нажмем Start, мы перейдем на Первый мир. И здесь уже, по сути, идут настройки нашего Первого мира. Но его мы можем настроить уже и в самой игре, так сказать, когда мы будем его редактировать. А если после того, как мы проигрываем, я так понимаю, мы открываем новый World UI, после которых нам действительно показывается Game Over UI. Ладно. Это только кажется сложным. Нажимаем два раза, собственно. И насчет интерфейса. Здесь у нас есть поиск, в котором мы можем ввести название какого-то конкретного асета, так сказать, какого-то конкретного ресурса. И он у нас здесь появится. Окей. У нас есть персонаж. То есть нажимаем на него именно вот здесь, не вот здесь. Это иерархия объектов на нашем уровне. Вот. И здесь мы уже сразу можем наставить ему анимаций. То есть анимация стрельбы, анимация пули. Что? Ладно, допустим. Анимация прыжка, анимация движения и анимация поражения, когда нас просто жестко поимели. Ах, да. Ну и что? Default Animation. То есть анимация, когда мы вообще ничего не делаем. Просто стоим на месте. Вот. Собственно, Collision Shape это форма, так сказать, контур, который у нас будет сталкиваться с различными объектами, после которых у нас будет Defeated Animation, собственно. Вот. И мы видим, что здесь немножко косячного настроен. чуть-чуть пикселей здесь не хватает. Сделаем больше. И... Вот так. Нет, нет. Ну, почти идеально ровно. Возможно, если удерживать какой-нибудь Shift, Alt или Control, будет чуть лучше. Но нет, я не угадал. В общем, ладно. Упростим немножко задачу игроку. Вот так. Вот. И, собственно, вот этот желтый круг это та часть, которая у нас будет сталкиваться с теми же стенами, например, с вот этими вот шипами, которых здесь нет. Так. У меня менюшка ушла на второй экран и не хочет возвращаться. А теперь она вообще куда-то пропала. Будем считать, что я нашел и двигаемся дальше. Собственно, каждой из этих анимаций мы можем настроить звуки. Звук прыжка, звук выстрела, звук поражения и звук столкновения с землей. То есть, я думаю, мы коснемся стены, которая у нас, по идее, тоже должна быть как граунд. А мы проиграем определенный звук. То есть, по сути, у нас здесь уже готовое поведение. Мы можем отбрасывать тени и даже автоматически наклонять. Это вот, кстати, интересно. Ну-ка, попробуем. Наверное, это не будет видно на шарике. Да. Ах ты ж. Ладно. Пока отключим. Собственно, задержка, через которую появляется менюшка гейм-овера и амплитуда тряски. То есть, как сильно будет трястись камера, когда мы проиграли. Вы наверняка уже видели этот эффект. И, собственно, вспышка. А, собственно, пурчейс метод у нас есть фри, то есть, игра полностью бесплатная. Также есть ингейм-куренси, то есть, в игровой валюте, покупки внутри приложения, видео с наградами и какая-то веб-ссылка. Вообще, самый рекомендованный метод это как раз видео с наградами, поэтому ставим его. Рекламная кампания, через которую у нас будет все это осуществляться. Ну, пусть останется хейзап. Хорошо. А, собственно, настройки нашего персонажа, его конкретные характеристики, как высоко он прыгает, как он рикошетит от стены и всего прочего, какую скорость имеет. А, в общем, здесь как бы есть над чем поразмыслить. А также, помимо персонажа, мы можем настроить платформы, то есть, сразу выбрать им анимация поражения платформы. Ладно. Ну, в принципе, если платформы можно ломать, то почему бы и нет. Собственно, настройка врага. Если нажать на них два раза, ничего не произойдет. А также у нас есть эффекты, то есть, мы можем перенести сюда эффект цвета, например. Да, и сделаем себя еще ярче. Допустим. Хорошо. Даже не суть важна, просто обозначим, что это у нас стартовая сцена. И все. Трейл, это, собственно, так сказать, эффект хвостика, который тянется за нашим персонажем. И, возможно, вы сейчас его даже увидите. Нет, увидите, когда он сдохнет. Вот эти вот. Ладно, попробуем еще раз. Если сделать так. Прицепим вот так партикл сюда. Ого. Цепляем сюда трейл. И переносим ее в иерархию с нашим персонажем, чтобы он был, как бы, с ним прицеплен. Или так нельзя? Нет, так должно быть, можно. Создаем папку, кидаем сюда персонажа и кидаем сюда трейл. Попробуем. И ничего не произошло. Мы просто сделаем немножко по-другому. Мы этот трейл сейчас уберем. И добавим сюда систему частиц. Да, она здесь тоже есть. Давайте немножко подредактируем. В принципе, меня она практически полностью устраивает, просто нужно ее немножко... А в принципе, не нужно. Разве что, нажмем вот эту галочку Blend. И все окей. Теперь цепляем по тому же принципу поближе к персонажу. посмотрим, что получится. А это не угадал. Таким образом, мы ее к персонажу не прицепим. Увы. Потому что нужно настроить это конкретно с нашей анимацией. А у нас идет, по сути, анимация движения, поэтому сделаем вот как. Мы можем добавить сюда как простой партикл, который мы сделали, так и трейл. Давайте для начала добавим сюда трейл. Вот так. Попробуем. И видим, что у нас уже получается такой... Эй, я даже не буду говорить, на что это сейчас похоже, но... Но в принципе, стало гораздо интереснее и веселее. Тут даже и по смыслу игры подходит. Эх, не дошел. Но мораль одна, вытаскиваю вовремя, поэтому мы продолжаем редактировать нашу анимацию и пока что отключим здесь трейл, то есть мы можем не удалять, а просто вот так вот спрятать. И, собственно, добавить сюда тот партикл. Кстати, может даже отсюда его перенести? Нет, не получится. Перетаскиваем его вот сюда и редактируем. окей. Смотрим, что у нас получится теперь. Теперь у нас сразу два эффекта срабатывают, хотя один из них мы спрятали. Не знаю, баг это или так задумано, но тем не менее отключаем, удаляем вообще, точнее, наш партикл и оставляем трейл. Но мы также добавим этот эффект и на дефолт анимейшн. Почему бы и нет? И, по идее, теперь он должен появиться даже сейчас. Да, он появился. Его нужно будет, правда, немножко еще поднастроить. Ну, я думаю, с этим все понятно. С эффектами разобрались. Собственно, логика это как раз такие элементы на уровне, которые отвечают за определенную игровую логику. Например, мы можем добавить сюда портал и добавить, собственно, второй портал, через который он, по идее, должен выйти. Нажимаем play и теперь, оба, мы телепортнулись. Что ж, убираем. в общем, вот такие вот подобные штуки мы здесь и можем устраивать. Что касается трансформа, мы можем изменять какой-то конкретный параметр, то есть позиция вращения и scale, то есть увеличение. Давайте попробуем уменьшить наш шарик в два раза. Погнали. Просто плывем прямо и ничего не произошло. Ладно, просто с этим еще нужно более основательно так поразбираться, потому что эту программу я вижу в принципе второй раз в своей жизни. Но здесь настолько все интуитивно понятно, что вы также можете сесть и буквально с первого раза понять, где тут что находится. Ну и наконец мы добрались до самого интересного, а это до того момента, как редактировать уровни. Собственно есть у нас стартовая сцена, у которой есть начало уровня и конец уровня. то есть если мы продолжим вот этот вот конец уровня, то следующая сцена у нас начнется уже где-то вот здесь, а не вот здесь, как было раньше. И как мы видим, вот у нас получился вот такой промежуток. возвращаем все обратно и вот эти вот кнопки с цифрами это собственно и есть наши уровни. А как видите, это заранее подготовленные сцены, которые просто рандомно создаются друг в конце друга. Как-то это сейчас не очень прозвучало. Мы можем добавить свою такую сцену, либо нажав клавишу Add, но тогда нам слишком много придется добавлять заново. Случайно открыл Timeline Editor. Он мне нужен. А стоит нажать лишь клавишу D, английскую естественно, у нас появится шестой уровень, то есть следующий уровень. И мы можем удерживать Shift и нажав W вот так вот это делают все переместить как нам надо. Можно также удерживать Control Shift также есть привязка по осям. Все огонь. Вот так сделали немножко хардкорчика. Можем прям перетащить сюда. почему бы и нет. Если мы нажмем на Alt и будем его удерживать, то мы можем также заодно вращать наш объект. Можем перенести наш уровень, чтобы он у нас был самый первый. Вот это будет жесть. Но в принципе они по идее должны создаваться рандомно, поэтому ничего страшного. Погнали. И вполне возможно такое, что я не узнаю свой уровень. Потому что здесь настолько все быстро происходит и спаунится, что понять где твоя сцена а где нет будет не так-то просто. Ах не люблю я вот это вот. Тем более что здесь целых шесть почти разных уровней. ну уже видим повторяющиеся элементы. А впрочем мы можем сделать вот как. Мы можем нажать вот эту кнопку тестировать конкретно эту сцену. опа и я сразу же проиграл красавчик. Оп оп да что ж такое здесь уже расчет просто на то что наш персонаж будет создаваться где-то вот здесь мы же к нему плавно к этому уровню подходим. А так как у меня на старте персонаж создан вот тут а вот то соответственно и во всех остальных сценах он находится в одной и той же точке. Вот но это в принципе ничего страшного. Мы сможем. оба я же говорил сможем. Вот и по сути сейчас просто будет то же самое только просто мы начали с конкретной нашей вот этой вот сцены. А все вот эти крутилки вертелки они задаются также через визуальное программирование потому что я знаю как вы не любите программировать на том же сети шарпи а вот здесь все это не нужно оно кстати в 3d версии этой программы есть программирование с помощью ява скрипта и вот только я сказал про программирование шарик сразу сказал ну нафиг и сломался поэтому у нас гейм овер вот собственно в чем большое преимущество этой программы оно заточено конкретно под создание мобильных игр и на ней действительно создано много игр которые попали в топ на appstore то есть они набирали миллионы установок и действительно захватывали людей потому что это было что-то новое и необычное и создать что-то новое и необычное в этом движке это занятие очень простое и интересное то есть не нужно смотреть на то что здесь все настолько примитивно настолько все просто и это все создано для того чтобы вы могли придумать какую-то интересную идею игры что-то такое чего и раньше еще не было потому что я знаю как сейчас начнут писать люди которые прям диванные разработчики что игры нужно делать целыми годами чтобы это были супер проекты но подобные игры как ни странно можно создать за пару часов а потом их еще доработать за столько же что-нибудь но это будет действительно прикольно интересно и на этом действительно можно заработать не нужно тупо брать готовые пресет с этой программы менять парочку уровней добавлять свою графику и выкладывать нет это будет очередной клон здесь как раз вся суть в том чтобы из всего этого готового из всех этих готовых поведений которых здесь достаточно много их мало конкретно в этом примере конкретно в этой игре так вот нужно просто взять понять что здесь как работает и вы сможете действительно создавать интересные бесконечные не только игрушки которые будут набирать миллионы установок и приносить вам хороший доход именно на этой рассчитана программа это не просто игрушка в которой нужно посидеть и вот так вот потыкать нет это действительно хороший качественный инструмент для мобильных приложений игр точнее и несмотря на свою стоимость вы можете заработать десятки раз больше если действительно создадите здесь что-то стоящее а создать это здесь гораздо быстрее и проще чем в том же юните поэтому друзья мои обязательно обратите внимание на этот игровой движок я уверен что он вам понравится у меня еще есть целый месяц подписки на него поэтому если вам интересно посмотреть более подробно создание проектов на этом игровом движке то обязательно пишите об этом в комментариях потому что второй раз я его покупать скорее всего уже не буду потому что это ну просто не мой формат здесь можно создавать какие-нибудь платформеры различные головоломки и прочее но мне просто это привычнее и удобнее и комфортнее конечно же делать немного в другом инструменте и я просто уже не хочу переучиваться так сказать хоть здесь это и достаточно просто поэтому рассчитывать на создание какой-то супер крутой игры очень проработанной масштабной здесь конечно же не стоит но создать интересную и прикольную аркаду это вот как раз таки оно итак дорогие друзья на этом у меня сегодня все ссылка на этот игровой движок вы конечно же можете найти в описании под видео а если вам понравилось обязательно подписывайтесь и ставьте лайк ну а так же не забывайте дарить своим друзьям близким новогодние подарки и просто хорошее настроение с вами был Арталаски пока дарить своим подогнал «Симон» 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 опять на мир mundo» Продолжение следует...